Дом на улице Короленко расселили еще в начале зимы. Инвалиды, а в семье, кроме Галины, их еще двое, муж и внучка остались. Чтобы выписаться, нужно было посетить УФМС. Там женщине без ноги сказали, приходите. Она обратилась к нам за помощью в переезде. Оказалось, что у нее проблемы с профиской. Молодежка Народного фронта помогла ей с этой проблемой и помогла переехать из ветхого жилья. После общения с молодежью специалисты миграционной службы все-таки сами доехали до Галины. Теперь она со слезами вспоминает. Без помощи активистов вряд ли бы справилась. Хочу всех поблагодарить Народный фронт, который помогает людям, таким, как мы, то есть инвалидам. Помочь вызвались и волонтеры отряда «Доброволец» промышленно-экономического колледжа. А комплексный центр социального обслуживания предоставил спецмашину для перевозки вещей и самой Галины Мефодьевны. Новая квартира на Шумакова находится на втором этаже. Активисты молодежки договорились, как только погода наладится, приедут погулять с Галиной. Оказалось, что на улицу до момента переезда она не выходила 10 лет. Татьяна Голубева, День с толком.